привет народ с вами варчик в этом видео расскажу вам про объект 265 т это танчик нарисован на салфетке в 1950 году в конце 1950 года то кто-то на проверку отправил вот это модернизация объекта 416 получился вот этот вот жирненький объект 265 т танчик с нестандартной компоновкой задним расположением башни военные сказали что это какая-то чушь нам нравится больше модернизировать т-10 и дальше это чудо-юдо никуда не пошло кроме как из эскиза модернизироваться во что-то более проработанное но все равно это осталось только на бумаге леста решила что на бумаге этого мало нам надо еще и в игру это засунуть что из этого получилось получился прям танк 8 уровня тяжелый советский который сейчас можно выбить в порталах сырал я на этом танчике 23 боя 2 500 среднего урона удовольствие танка в районе 0 я обожаю танки тяжелые ближнего боя на броне которые приезжают и рубятся с врагами периодически в некоторых боях такое происходит но большую часть остальных боев я мучаюсь и страдаю это танчик просто у тыкан минусами и он мне не зашел вообще да сейчас планка на три отметки на нем высокая почему так я не знаю то ли мало людей его еще получила то ли эти коробки люди скипнули и не стали вообще брать точнее порталы ключи там вот эти вот но в принципе 2 500 урона плюс 500 асиста там 3000 получается но по сути танчик ничего интересного себя не представляет самое главное что у этого танка есть это типа броня поскольку все остальное в жутких минусах такое ощущение что броня вобрала в себя все характеристики танка но такого не бывает что то же должно быть помимо брони но давайте посмотрим collision модель и мы поймем что и сама броня смешная но смешная она не везде а в некоторых моментах вот мы смотрим спереди на этот танчик видим приведенку в нлд в огромном нлд в танке задним расположением башни впереди всех торчит огромнейшая нлд 150 миллиметров где почти нет приведенки там небольшой угол получается примерно 170 там 180 если сильно постараться миллиметров это пробивается абсолютно всеми даже если мы в топе играем против шестерок семерок они с радостью вам напихают в это огромное нлд и у вас будет еще периодически ломаться двигатель также если вам заедут в борт или в корму у вас будет ломаться баки вы будете гореть смешно что танчик с задним расположением башни горит не в лицо как обычно это бывает горит в борт и в жопу и у нас еще ровная дырявая нлд которое мы никуда особо не спрячем кроме как за рельеф за кучу или за здание и будем танковать бортом борт у нас крепкий 120 миллиметров что позволит нам иметь приведенку 300 плюс очень легко также на влд есть скосы которые при рамбовании превращаются в броню примерно 300 310 миллиметров что девятки и десятки голдой пробивает спокойно в лд у нас без приведенки 300 320 миллиметров что в принципе очень крепко то есть когда мы рамбуем девятки десятки нас пробивают в щеке также пт-10 могут пробивать нас в лд и под башней у нас есть погон башни который всегда видно там 200 миллиметров меня то периодически пробивают еще и ломается башня это тонкое место но периодически туда залетает то ли рикошетом от крышки двигателя то ли просто прям туда закидывают но такое бывает также на башне нас три лючка слева малюсенький в которой обычно не стреляют а справа два лючка которые вместе расположены так что формируют один большой лючок они легко пробиваются там 200 и 120 миллиметров меня туда уже пробивали же пти на 800 восьмого уровня фугасиками в общем и целом броня дырявая благодаря этим уязвимым зонам которые враги фаршируют своими снарядами каждый бой да если они не попадают то ты скорее всего танкуешь также тут есть еще справа от пушки какое-то стеклышко там где 280 миллиметров там приведенки практически нет и голдой девятки десятки будут пробивать даже возможно некоторые восьмерки что смешно что тут есть какие-то обзорные приборы стеклышки триплексы и все остальное но обзор 350 видимо стеклышки грязненькие надо помыть бы но нет никому помыть то есть у нас броня очень крепкая танк очень тяжелый очень слабо танчик поворачивает 27 градусов вперед едет 35 назад 15 удельная мощность 13 то есть танчик очень медленный неповоротливый задним расположением башни периодически горит огромное количество уязвимых зон вот если взять какой-нибудь крайслер то там просто броня броней везде абсолютно его реально тяжело пробивать берем это ведро и тут просто все в дырах я не понимаю просто танк дыра там дыра тут дыра везде дыра но может быть где-то у нас в другом месте плюс давайте посмотрим на орудие ведь это наверное одно из самых интересных в танке и что мы сразу видим стабилизация движение поворота корпуса 020 что просто ужас и только от поворота башни 006 что хорошо но нас точность 04 сведения 288 и при этом альфа 390 что просто обычная и дпм 1937 чтоб но никакое просто орудие никакое она не стабилизированная кривущая косущая еще и сведения нет танк слепой танк дырявый по броне танк просто ничтожные по пушке но хотя бы у воены 8 градусов задним расположением башни это даже неплохо а на хрена нам вот это вот что это вообще такое я никакого удовольствия не получаю на этом танке у нас 1500 хп у нас какая-то броня есть танк очень тяжелый нам хочется ставить досылатель турбину закалку но мы не можем нам надо ставить либо стабилизатор прицел либо стабилизатор вентиль либо стабилизатор экспериментальная турбина либо на стрельбу либо на езду я пробовал что так что так танк периодически просто кончены единственно что он может это против восьмерок или семерок на удобных ему картах стоять в позицион очки от бортика больше он не может ничего не успевать по бою он не может не перестреливаться с девятками даже толком не может как только он начинает ромбовать он пробивается в щеку на влд как только ты начинаешь хоть чуть-чуть выезжать тебя пробивает в погон башни если видно лючок туда любое залетит с уроном даже фугас от какой биджепы ти спокойно нужно только попасть а попадет она когда игра захочет а вот твое ружье но это просто жуть какая-то такое ощущение что она на узел завязано как с этого стрелять я вообще не знаю она наносит урон только за счет того что периодически летит в середину снаряд и все больше ничего не барабанов тут нет ни альфы большой чё оно такое кривущее косущее это орудие я не понимаю почему аналоги этого танка допустим крайсер в тысячу раз приятнее удобнее бронирование и озимой зоны там попробуй найди там не не лючков дырявых нет там не нлд дырявых нет погон башни там еще попробуй надену там просто как будто бы на супер клей башня приклеена а здесь дыра под башней я вообще не понимаю еще она горит периодически танк максимально мерзкий на нем прям душно играть иногда в некоторых боях да но очень редко и очень неприятно я вообще не знаю даже как оценивать этот танк он ужасен нельзя такое вообще за деньги продавать чтобы люди на нем мучились я не понимаю лучше взять какой-нибудь прокачиваемый танчик для нормального игру поиграть чем покупать такое вот за бабки даже этот ягер девятого уровня более-менее можно хоть как-то на нем что-то там играть хотя тоже сомнительный аппарат но вот это вот чудо-юдо я вообще не знаю откуда у него планка на 3 отметки 3 300 я не представляю может быть целевой аудитории легко дается на нем играть поэтому планка высокая но удовольствие на этом танке я не вижу никакого просто ждать прохладный бой где я налегке поиграл бы на любом танке нормально сомнительное удовольствие на нем проблем очень много то надо выцелить ее зимы зону пушка вообще не имеет никакой точности то надо куда-то ехать ты все время подставляешь nld его все пробивают то кто-то в бортику поролся тебе тычку другую дал у тебя танк загорелся то в кустах кто-то сидит у тебя обзор 350 и вообще него нет ты врагов видишь только если кто-то сам прибежит тебя в лд стукнется и ты услышишь о кто-то где то есть также знаете что больше всего мне на этом танке раздражает его нереально прям уничтожают стирают просто в пыль же пути они просто выкатываются имея приличное количество хп и какую-никакую броню в которую мы не можем нормально стрелять с этого ружья кривого которые мы имеем на объект 265 т он просто выкатывается дает нам две тычки и мы просто стоим в шоке и даже если мы с ним стреляемся в позиционке он нам иногда может закинуть в лючок даже фугасом туда пробивает спокойно поскольку там брони нет у него пробития почти в два раза больше чем у нас в лючке короче я вообще не понял что это этот просто танк за деньги для мучения где ты иногда периодически просто попадаешь в такой мягкий бой где ты если поедешь правильное место в правильную позицию ты сможешь там просто постоять и пострелять в тех кто сам к тебе в прицельчик заедет поскольку как только ты сам на этом корыте куда-то поедешь ты либо бортик подставишь либо нлд будешь врагу показывать и тебя просто убьют просто за считанные секунды поскольку танчик такой медленный неповоротливый что прям везде успеть и никогда не получится так что ты на такой медленном танке едешь безошибочно тебя может просто обмануть и закрутить любое ведро я короче вообще этот танк не понял какой в нем прикол зачем она я на нем играл досылатель турбина закалка мне не понравилось играл на нем досылатель стабилизатор экспериментальная турбина ни то ни сё в начале меня там кидала к восьмеркам я по приколу поставил на него досылатель стабилизатор прицел и у меня что-то там 3000 набивалась пушка какая-то такая смешная что у нее нет точности вообще но когда ставишь прицел она просто очень часто стреляет начинает в середину причем на ходу на лету вообще можно даже не начинать сводиться такое ощущение как будто бы я взломал стрельбу на этом танке но когда ты начинаешь выцеливать маленькую зиму зону что ты начинаешь понимать что нихрена но в центр не летит она там вот где-то рядом бывает это не всегда короче вот стрельба по зимым зонам на этом танке это то еще удовольствие с такой точностью я короче в этом танке ни одного плюса не вижу такое ощущение что он целиком и полностью из минусов состоит даже та броня которая у него есть она тянет его на дно скорее чем дает какое-то преимущество короче мне этот танк максимально дизморалит я даже не хочу на нем не стрим проводить ничего даже бой наигрывать какой-то хороший не хочу вот что там наигрался какой-то дурацкий мастер непонятный не за что то и пусть и будет в общем что-то новые танки мне вообще не зашли с вам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и 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